МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить о главных темах. От снарядов до пива. Полицейские были заняты разнообразной работой. Течет вода, да пить нельзя. Суд признал обоснованными претензии жителей Торлатова по поводу качества питьевой воды. Будь бдителен, рязанские транспортники продолжают политику навязывания страховых услуг пассажирам. А теперь обо всем подробнее. Как раз в день начала Великой Отечественной войны рязанцы получили суровый привет из тех времен. В Скопинском районе рыбак обнаружил в реке целый ящик боеприпасов. Неожиданный улов, что и говорить. А потому начал рыболов спешно грести к берегу. В сторону полиции. Позже с глубины 4 метров водолазы подняли 144 боеголовки 42-43 годов выпуска. Боеприпасы были снаряжены взрывчаткой и, разумеется, сильно проржавели. Водолазы все подняли, а доблестные омоновцы вывезли боеголовки в безопасное место и уничтожили. Не такой страшный, но тем не менее криминальный груз изъяли рязанские полицейские этой ночью. Правоохранители рейдовали по незаконному обороту алкоголя. Вернулись с немалым литражом. За вчерашнее рейдное мероприятие выявлено 4 факта реализации пива. Значит, 2 факта после 10 часов, что запрещено на данный момент еще у нас. И 2 факта торговли алкогольной продукцией на остановочный комплекс. А рейды проводились по всему городу или в каком-то районе? Рейды проводились по всему городу, во всех районах. Во всех районах. В каких районах выявили нарушение? Два в железнодорожном районе и два в советском. В принципе, пивом торгуют везде и особенно ночью. За 50 рублей вам продадут и бутылочку легкого, и баночку крепкого. А что делать? Многие киоски и так наладан дышат. На одних жвачках выручки не сделаешь. Вот и приходится закон нарушать. Тем более, к этому в России не привыкать. Имам выразит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Статья 14.16, часть 3. Кодекс административной промышленности. В настоящее время возбуждено административное производство изъято алкогольной продукции? Да, изъято 40 литров алкогольной продукции, возбуждено административное производство. К другим темам. В летний сезон в нашу редакцию обращаются люди в связи с поездками. Дальними и не очень. Лето зовет дорогу, ничего не поделаешь. Здесь есть немало лазеек для оборотистых служителей транспортных ведомств в плане навязывания услуг. Профилактический материал от Глеба Галушкина продолжает программу. Чтобы проверить, действительно ли на маршруты дальнего следования кассиры требуют оплатить дополнительную страховку, наша съемочная группа отправилась на автовокзал в торговом городке. В ходе недолгого разговора кассиры объяснили, что страхование есть, но оно добровольное и от него пассажиры легко могут отказаться. Согласно нормам закона существует обязательное страхование жизни и здоровья, которое уже входит в стоимость билета и страховаться еще раз вроде бы не обязательно. Навязывание услуги страхования происходит как бы мягко и говорят, ну если ты завел об этом, тебе не надо, мы тебе деньги вернем. Если ты об этом не знаешь и ты об этом не завел, с тебя дополнительно берут какие-то суммы. То есть, что приводит к незаконному обогащению организации страховой, которая как прилипала вместе с организацией, которая занимается перевозками, зарабатывает свои деньги. Итак, страховка при покупке билета – дело добровольное. Перед кассами должны висеть информационные объявления, да и кассиры обязаны перед оформлением билета предупредить пассажира о необязательности данной услуги. Однако кассиры почему-то частенько об этом забывают. Поэтому, советуют юристы, человеку необходимо сразу заявить о нежелании добровольно страховаться. А вот жителям Турлатва отдыхать некогда. Они, словно туареги в пустыне, до сих пор продолжают вести ежедневную борьбу за питьевую воду. Нет, влага-то в поселке есть, но пить ее эксперты не очень рекомендуют. В прямом смысле слово «мутная водица» течет из крана. Дошло дело до суда, и, о чудо, жителям удалось его выиграть. Из Турлатова репортаж Елены Вожаковой. На свою воду жители Турлатова жалуются уже много лет. Желтую муть с неприятным запахом многократно проверяли, исследовали и резюмировали. Вода непригодна, ни для каких целей. В этом убедились и мы, приехав в поселок в очередной раз. Видно, что она желтая уже. Вот она постояла у меня сутки. Жительница поселка Тамара Наумичева неоднократно просила местной власти решить их проблему. Но после проверок ничего не изменилось. То, что вода низкого качества, видно невооруженным глазом. 14 мая приезжали, брали воду с Роспотребнадзора на анализ. Начальник Мубжика Турлатова приютен, Михаил Максим Александрович, говорит, о, вода-то чистая, течет. Я говорю, ну она вроде так вот чистая, на цвет, а вы понюхайте. И вот лаборант или врач был, а кто она такой? Ой, второй раз. Я говорю, вот так. А при нагревании она вообще меняет цвет, она становится желтая. Я им налила в кастрюлю воды, поставила на газ, и она буквально за три минуты при нагревании приобрела желтый цвет. Ну даже ярче, чем это было. Вот такая у нас вода. После бесчисленных мытарств по всевозможным инстанциям женщина обратилась в общество защиты прав потребителей. В общем, был подан иск в суд. И судья, соответственно, вынесла решение выплатить моральный вред данным лицам, которые обратились в нашу организацию. А самое главное – это привести в норму воду, которая поставляется данным муниципальным предприятием в соответствии с нормами СНИПа по качеству питьевой воды. Дело выиграно, и остается надеяться, что решение вступит в законную силу уже в ближайшее время. А это значит, что, возможно, Тамара Николаевна добьется чистой воды для своей семьи и всего Турлатова. Решение суда вынесли, что в нашу пользу моральный ущерб нам разместить. Но пока еще решение суда не вступило в силу. Они хотят его протестовать, вроде как обжаловать. Не знаю, что будет. А вообще с чего началась вода? Давно испортилась? Вода у нас и до этого была ржавая, но она в то время не воняла. У нее не было такого запаха неприятного. А вот когда запустили у нас эти новые скважины артезианские, тогда у нас пошла вот эта проблема. Вот их в мае 8-го года или в июне 8-го года запустили. И вот где-то с 9-го года, с начала года, или как я уж сейчас не помню точно, пошла у нас вот такая вонючая вода. Сегодня в Рязанском госуниверситете начала работу так называемая общественная площадка по обсуждению концепции единого школьного учебника истории. Напомним, идея его создания принадлежит президенту Владимиру Путину, а потому работа идет срочная. Высказанное пожелание главы государства облекается в научную оболочку по всей Руси Великой. Участвуют в этом глобальном проекте и рязанские ученые-мужи. Затем, как работала общественная научно-историческая площадка, наблюдал Глеб Галушкин. В Рязанском госуниверситете открывается научная площадка, посвященная обсуждению концепции преподавания истории в школах. Ректор Сергей Пупков в своей речи отметил, что у вуза имеется значительный научный потенциал, и с поставленной президентом задачей по написанию единого учебника истории профессорский состав успешно справится. Главный федеральный инспектор Паризанской области Владимир Сарафанов в своем выступлении сообщил, что единый учебник истории поспособствует выработке моральных ценностей и сплочению граждан России. Историки остановились на так называемых спорных вопросах отечественной истории. По их мнению, настало время, чтобы исправить многоголосицу в умах у школьников и абитуриентов. С 1995 года к 2012-13 учебному году мы имеем следующую ситуацию. В настоящее время в прошедшем учебном году в федеральном комплекте, в федеральном перечне 74 наименования учебников по истории для основной общей школы, то есть 5-9 классы, и 35 наименований учебников истории для средней школы, то есть 10-11 классы, причем учебники как базового, так и профильного уровня. Понятно, в какой сложной ситуации оказываются учителя, которые стоят перед очень сложным выбором учебников адекватных возрасту учащихся, уровнем подготовки учеников и прочим другим обстоятельствам. Рязанские историки также посетовали на недостаточную поддержку их начинаний со стороны местных властей. Для примера они привели издание книги про великого князя Олега Рязанского, которое никак не увидит широкого читателя. Кстати, один из трудных моментов, связанных с тем, кто будет утверждать концепцию преподавания отечественной истории, политики или историки, так и не прозвучал на нынешнем заседании. На сегодня все, хорошего вам вечера, и до встречи завтра, как обычно, в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова